ручной аккумуляторный пылесос retrot 17 вот такой вот красавчик сразу что бросается в глаза это огромное количество насадок такая такая еще одна такая ну и самое главное для меня самая крутая конечно это вот эта щетка с двойным роликом получается здесь два катка вот они вращаются друг другу навстречу эффективность 400 процентов то есть это намного круче чем обычная щетка получается они навстречу вращаются и убирают полностью всю грязь здесь есть два кольцевых нейрофильтра если у вас проблемы с аллергией этот пылесос точно для вас потому что для для аллергиков он очень хорош крупные мелкие частицы все отвлитровать как удобно друзья если у вас проблемы со светом или часто его отключают на этой щетке есть светодиоды она осветит вам путь к мусору у red road есть новая версия это red road 17 слайд это просто 17 тот light это для тех кому столько насадок не нужно тот чуть попроще именно из-за количества насадок не знаю но очень красиво мне прям понравился и теперь знаю чем машину пылесосить потому что вечная проблема ни один пылесос туда не подтащишь а вот эти все машины это не пылесос это полная ерундень одно название этот вот точно подойдет и он даже покруче чем некоторые обычные пылесосы не знаю мне очень он понравился зачетный аппарат ссылочку я оставлю в описании к этому ролику переходите кого заинтересовало покупайте всем доброе ташкентское утро друзья нахожусь на кладбище здесь похоронены русские и евреи так понимаю потому что звезда давида на памятниках нарисована я конечно в шоке я это очень большое кладбище то есть его масштабы очень сильно впечатляет и чтобы вы понимали сколько здесь захоронено людей здесь уже в два в три вида хоронят то есть родственников докладывать так как места уже нет она настолько большое что мы на машине здесь катаемся нам нужно было приехать почтить память то есть там карты огромные карты ты вот едешь едешь есть тут целый город просто целый город в конце крайне видно сколько здесь вообще карт таких вот она же сказала 150 карт больше вот сейчас здесь очень много русских видно все к пасхи к родственникам кто-то может издалека подъезжает здесь и цыгане есть получается здесь цыгане и евреи и русские в общем в общем славяне целый город город мертвых смотрите здесь даже вот вообще прям за отсутствие места прям вплотную хоронят здесь вообще прям сумбур какой-то все налево попараллельно возвращаться вот карта 117 117 карта живут тут целый город неудобно такой конечно друзья снимать но красивый памятник бюст очень много корейцев потом только разглядел фамилии армяне есть евреи и русские скажу честно кладбище такое чистенькое скромно чистенько есть старые могилки конечно там видно там уже и родственников нет живых и очень сильно на удивляют можно так сказать не то что удивляет а поражают на свои грации вот израильские могилы видно прямо ухаживают они чтят родственников конечно сильно за ними и ухаживают и как раз в это время женщины узбечки убирали я ну поговорил с ними иногда за ними ухаживаться присылают деньги оттуда есть специальные люди кто за этим смотрит чтят сильно не мог такое не заснять друзья очень интересно угол угол уголь николай сайтович сайтович красиво скорее все это цыганские вот уже второе мне попадается углы углы пелагея год как я родился когда женщина там тоже написано углы здесь на похоже даже бронированные места есть здесь наверно под кого-то до в будущем может быть устарел памятник цыганские могилки конечно сильно выделяют мощно и видно какие-то серьезные люди может бароны были там даже написано смотрите бутылка это шампанское сладкое человек и сигареты блин интересно так сделано конечно и сигареты космос то есть какой год 91 год запечатлели а может быть даже раньше это видно серьезный человек на этой тоже бутылка советского и коньяк и спички это же пачка космос здесь тоже и вита не знаешь что это такое может вино какое-то вот обязательно фрукты пачка сигарет зажигалка и березка сейчас пришла мысль ли вот эти три последних 91 92 год может быть девяностые годы может быть ничего выходим сюда радует одно что хоть в этой стране не срывают георгиевские ленты прошел год так мне никто не купил этом номер квартира или вот в этом или он самом первом река полноводная там немножко даже вышла она из берегов чуть-чуть течение сильная вода сильно мутная первые теплые дни здесь очень классно насчет кладбище друзья мертвых не надо бояться наоборот всегда тихо и успокоение в воде вся сила надо жить всегда возле воды это точно знаю я чувствую вот меня тянет к воде тысячу раз об этом говорил еще миллион расскажу надо находиться ближе к воде вода это сила смыть какие панорамные окна очень мощные есть квартира то только тут я прям чувствую всем нутром что вот здесь такая . комфорта какая-то для меня туркистон или что-то в туркистон до написано на кинотеатр как-нибудь очень быстро это сечение с горем пополам припарковался паркануться негде толком и вот вышел куда-то сразу скверная картина продают культурный ташкент вот туда и уж на какие-то силовики впереди здания 90 процентов этих названий не знаю здесь нами вручную рисует или это из-под станка вроде повторяющихся нет картин древняя посуда древняя посуда очень много картин и с этой стороны картина фото ружье зенит и здесь картина и в это это за это это учебно это есть так это Люди, похоже, только начинают Выползать на улицу Потому что солнечные дни Появляются, поэтому Добро пожаловать Добро пожаловать в Ташкент Непонятно, что за здание Но елок здесь много Можжевельник или как? По-моему, можжевельник это Вывеска метро Непонятно, куда я пришел Куда ты пришел? Бикати Вот слово Бикати, между прочим Тоже выучил Станция Мустакилик В Майдоне Поправочка Не станция, а остановка По-моему, вот так вот Фонтан Но он, наверное, не работает Потому что он весь ушатный Когда-то раньше Работал Здесь мы раньше были Возле этого здания Туда, по-моему, никак не попадешь Сейчас поговорил с местом И говорят, что начали Якобы реставрацию Специалисты из России Но в связи с СВО Уже, по-моему, приостановлено все Так как мы здесь находимся Наверное, сразу и зайдем В знаменитое кафе Уголок По-моему, 64-й год С 64-го года Она работает Это самое лучшее заведение В Узбекистане По приготовлению Курочки Номер один Кто бы что не говорил Как бы что не изменилось За эти годы Это топовое заведение Чтобы вы понимали Там Когда раздают плов В 10-тонном казане Просто Даже такой очереди нету Меня чуть не сломали там В общем, вот это порция Раз Порция, два Какой-то соусец Здесь лепешки не дают Здесь булка Порция стоит, по-моему, 27 тысяч Ну, конечно, это мало Вы скажете, но Это же уголок Ну и В общем, вот это все Где-то 90, по-моему Ну, нормальная цена Свежий салат Сейчас попробуем Народу очень много Очень много Там просто Раздавить могут все Смочим горлышко Лимон с мятой И Приступаем Курятини Вечная Здесь очередь И вон там Смотрите, сколько народа Можно не заходя В этот уголок Хотя вот там Какой-то ресторан Надо как-нибудь туда Будет в следующий раз подняться Вот здесь вот забрать Если что-то заказали По поводу этой курочки Повторюсь Говорил, не говорил Не помню Ничего особенного Не увидел в приготовлении Обычные вот эти старые Такие жаровни Где готовятся эти Небольшого размера курочки Обжариваются Если мне память не изменяет Два года назад Когда я был здесь Вместе с этой курицей Подавали Стакан с каким-то соком Я не знаю Откуда этот сок был Прикольная штука такая была Сок и Понимаете Чего сок Куриный по-моему сок И подавали Ну все то же самое было В принципе Как и сейчас Только вот был сок Нежирные Молоденькие Курочки Вкусно Просто И легко Это вообще чинар Это не чинар Это не чинар У чинара не такая кора Это не чинар Ну мне так кажется Не знаю Это Нет Это и не тополь Это Блин Не могу понять Что за дерево У чинара Просто ствол гладкий Он с такими пятнами Кто знает Что это за дерево Раньше таких Здесь много очень было Не пойму Просто Дуб На дуб Похоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok